За прошлую неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали 4 ДТП с пострадавшими. Напротив первого дома на улице Академика Харитона, из-за плохой видимости и изменившихся погодных условий, водитель Ауди не справился с управлением и врезался в припаркованный КАМАЗ. В результате ДТП автомашина получила механическое повреждение, а водитель автомашины получил телесные повреждения незначительные и после осмотра врачом был отпущен домой. Наиболее сложная дорожная обстановка была в субботу. В этот день произошло три аварии. На перекрестке проспектов Мира и Октябрьского водитель Лады Веста при повороте налево не уступила дорогу встречной машине. Также на перекрестке улиц Московской и Курчатова два автомобиля столкнулись из-за несоблюдения дистанции. На улице Силкино, напротив дома 25, водитель 1963 года рождения, управляя автомашиной Хундай Солярис, при выполнении маневра разворота налево, создал опасность для движения автомашинники Эварива, не уступила ей дорогу под управлением водителей 1985 года рождения, вследствие чего произошло столкновение данных транспортных средств. Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей, что в связи с изменением погоды и глоледицей нужно быть особенно внимательными на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию между автомобилями, а также избегать опасных маневров. Ну а и пешеходам нужно помнить о том, что в условиях скользкой дороги машина не может вовремя быстро остановиться, поэтому, выходя на проезжую часть, даже на пешеходном переходе, всегда убеждаться в том, что транспортные средства, водитель транспортных средств их увидел, принял меры к снижению скорости, и самое главное, автомашина остановилась. Также сотрудники ГИБДД провели акцию памяти жертв ДТП, чтобы напомнить о том, что дорога – это не место для игр и экспериментов. В Сарове за 10 месяцев в ДТП погибло 3 человека. В рамках акции по дорогам города проехала колонна в составе патрульного автомобиля, эвакуатора и машины скорой помощи. А на площади Ленина дети запустили в воздух черные шарики в память о погибших в ДТП. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.